Рипер, хуипер, эксплит, пау, 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 ау, ау, суэу, ляу, 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 ляу. Ладно, короче, всем привет, уважаемые зрители и слушатели. А хлопать попой будем? А, бля, в натуре. Всем привет, уважаемые зрители и слушатели, с вами проект eWebDesign, подкаст Суровый Веб, выпуск номер 251. Пишемся 24 июня, завтра у меня у мамы день рождения, надо не забыть. Эм, да, 14.44 время по Челябинску, у нас супер сжатые сегодня сроки, прям мы их вот так сжимаем. Интересно, как мы сможем уместиться в это, потому что мы привыкли растекаться мысью под реву, а сегодня это какой-то просто, не то чтобы блиц, я бы сказал, это какой-то форсаж 10. Записать за 60 минут, но такого нас и 60 нет. И смысл в том, что на самом деле я смотрю на темки, и мы как будто тут только темки про Седокову не хватает. Здесь настолько венники-темки, которые как бы, наверное, можно каждую, правда, и по 45 минут обсуждать, но мы будем пытаться как-то держать себя в узде. Я тогда думаю, что у нас сейчас полподкаста выпадет, мы их просто закроем картиночкой. До этого мы разбирали Инстаграм. Как самый первый подкаст. Хорошо, давай тогда, у нас есть какие-то еще вводные слова, или можно приступать к темам? У нас есть вводные слова. Кто хочет нас поддержать, есть бусти. На бусти есть всякое. А именно футболки. Я вот сейчас ими тут помашу в камеру. Черные, белые, фиолетовые остались разных размеров. Если у вас 3XL, то чуть-чуть подождите. Мы не знали, что бывает такой размер и не заказали их. А походу у нас у всех 3XL. Поэтому мы их, видимо, будем довозить как пиво в крошку картошку на старте продаж. И осталось 2 пауэрбэнка вот таких с гравировочкой. С гравировочкой. Я вот сейчас покажу. Если интересует, подписывайтесь на бусти. Мы сейчас принимаем там. Там вообще нет комиссии практически. Там какие-то 2% или 0,5%. То есть практически... Это почти, что вы нам на карту кидаете. Именно на карту. Поэтому если хотите, то да. Переходим к темам. Хорошо. У нас сегодня есть темки про айподы. У нас есть сегодня темки про смартфоны. Но вообще сегодня не будет особо Apple подкаста. Вот первая темка какая-то субгрид. Она твоя? Я ее дропнул. Она, блин, могла 50-45 минут занимать. Я ее дропнул, поэтому. Ладно. Я вот и подумал. Я смотрю на нее. И ты такой говоришь, да сегодня темки халява. Я такой, да что ты, блин. Ладно. Тогда первая тема у нас. Говорят, не отправлять координаты Земли. Тема про то, что есть смелые люди, а есть ссыкуны. Но на самом деле это не так. Есть адекватные люди, а есть сумасшедшие. Есть, как бы это сказать, блин, как бы даже сказать наоборот. Может быть, есть предостороженные, а есть безбашенные. Так вот, конкретно вы сами разделите, кто из них кто. Но вот конкретно НАСА, есть такая организация, хочет не зассать. Звучит безбашенная организация. Вроде бы, да. Вот хочется не зассать и отправить в космос всякого дерьма нашего. Конкретно там ДНК. Как у нас математика-физика концепции работает. Как у нас вообще координаты Земли. То есть, в принципе, о нас можно вот по тому, что хочет отправить НАСА, узнать все. В целом. Можно нас на принтере, на 3D распечатать с помощью этих данных. Просто их загрузив на флешку, да. И все получится целый человек отдельно. Вопрос. Они в бутылку будут это засылать, как пираты с картой? Или как? Как оно будет болтаться там? По-моему, радиосигналом. А, ну, это скучно как-то. Ну, то есть, да. То есть, возьмут на 100 FM. Вместо того, чтобы очередной какой-нибудь никельбэк поставить, в этот момент передадут, значит, туда сигнал. Здесь есть, кстати, картиночка очень прикольная. Если вы видите, Саня показывает. Прям человечек нарисован, мужик, женщина. То есть, прям вот как будто это все увидят инопланетяне с помощью радио 100. Но, но, естественно, люди из Института будущего человечества Оксфордского университета Андерс Сандберг предостерегают от публикации точных координат Земли. Футуролог считает, что разглашение таких деталей, как местонахождение Земли и данная ДНК, может быть рискованным, независимо от того, насколько мала вероятность существования внеземных цивилизаций. А вот и предусмотрительные по тебе. Вот и предусмотрительные, да, подъехали. То есть, все-таки, значит, мы, с одной стороны, хотим контактировать, да, с миром остальным. С другой стороны, мы предостерегаем, а вдруг, если они все узнают, такие, уууу, так нам вот не хватало буквально то, где вы находитесь и из чего вы состоите. Уничтожить. Вот так. И дальше радио 100 играет наш, опять же, Никельбэк, там все такое, и они вот под это сидят и уничтожают Землю. Вот так ли будет? Или они такие наоборот? Вот так, мы проанализировали, скорее всего, у них сейчас 2022, у них же уже была эпидемия, нужно им заслать вот такую вот хрень, чтобы помочь, когда к ним прилетит лазерный луч наш, он исцелит всех. То есть, непонятно, все-таки, мы надеемся на то, что НЛО скорее нас спасет или войдет с нами в контакт какой-то доброжелательный, или же будет нас уничтожать. Вот ты, Саня, на какой стороне? Все-таки не разглашение этой информации, или надо контактировать? Да я на стороне того, что это вообще все рофл. Я не понимаю, а вдруг у них другие системы координат? Ну, то есть, камон, координаты космоса вообще какими буквами? Там-то нет уже широты, долготы. Это буквы, кстати. Слушай, ну да, может быть, они вообще другими парадигмами. Вот именно. То, что состав ДНК для них это вообще там, я не знаю, у них периодическая система какого-нибудь альфа-центавра, Меева, который именно у них там, сколько там в Менделеевой таблице? 150 элементов? Я не понимаю, я даже близко, я не знаю, может их там 50. Ну, не 50, конечно, но... Короче, у них там наши ДНК, это просто один из элементиков в их таблице. И это просто они такие люди из говна состоят. Лол, кек, уничтожить. Ну, то есть, мы настолько ничего вообще об этом не знаем, что это даже смешно обсуждать. Собственно, у нас кончилось время на эту темку. Ну и хорошо. Ну, пойдем дальше. Мы оставим это как бы... Я бы сказал, что... Да похрен, посылайте по приколу. Просто там, вот смотри, есть картинка, что в 1974, почти в 1984 отправляли. И там просто буква М. И это какой-то МММ мне напомнило, если честно. Поэтому, в принципе, все правильно сделали. Так, как этих пришельцев. Да, хорошо. Пойдем к следующей теме. Следующая тема у нас о майнинге смартфул... А, нет, о физических кнопках за бабки. Да, вот да. Физические кнопки за бабки. Друзья мои, эта тема еще интереснее, чем прошлое. Хотя, казалось бы, куда уже интереснее. Но некий чувак все еще покупает дорогие машины. Например, вот в Дании. И в Дании чувак просто купил Audi Q4 e-tron. Можете посмотреть, как она выглядит. Даже по виду видно, что она дорогая. По виду видно. Слышим-слышу, а видим видео. Значит, в этой Audi Q4 e-tron в Дании, оказывается, не все функции доступны сразу. То есть, на самом деле, в американской комплектации, в американских всех, там фулл комплектация. Ты покупаешь Audi Q4 e-tron, и у тебя все работает, все окей. Но в Дании чувак нажал кнопку типа SYNC, что-то там. Там видео прям есть, что он нажимает. SYNC. Он нажимает кнопку. Просто у него на приборной панели есть кнопка SYNC. И это, на самом деле, синхронизация климат-контроля какого-то трехступенчатого хренсосенчатого там досвидос. И при SYNC он как бы должен палить там, где что, сколько градусов у тебя в машине, чтобы синхронизировать температуру, соответственно. Ну, я что-то такое думаю. Так вот, в датской сборке, когда ты нажимаешь на физическую кнопку SYNC у тебя на приборной панели, вот на физическую, просто практически открыть окно, то у тебя на экране, на экранчике вот на этом, на компьютере, на бортовом, написано Note, у тебя как бы такой поп-апчик выскальзывает. И на нем написано, типа, эта функция, ну, как бы надо ее купить. И OK просто можно нажать. Что самое смешное? Здесь сразу надо оговориться. Просто после OK тебя не присылают ни в какой Store, тебе не отправляется никакое сообщение в сервис, что чувак запросил SYNC и надо его докупить. Ничего не происходит больше. Просто ты купил машину, в которой есть кнопка, которая тебе будет открывать поп-ап, что у тебя что-то не куплено. Все. Смешно-смешно. Выглядит уже как будто это электроникарты сделали машины, да, там надо докупать каждую кнопку. Причем где, ну, почему нету конверсии, типа, сразу транзакцию провести и купить прям сидя в тачке? QR-код системы быстрых платежей почему не появляется? Причем, судя по всему, да, там в комментариях везде раскопали, что все устройства, которые нужны для этого, они уже есть. То есть машина оборудована этим всем. Да, это чисто программный лог, я тоже помню, да. Да, если ты SYNC нажмешь, то, в принципе, если бы тебе там запрограммировали уже в сервисе, то у тебя бы все работало. Но тут вот как бы вот так показывается поп-апчик. Слушай, ну мы так далеко дойдем. Мне кажется, что если так начнется, скоро реально окна не сможем открывать. Да, до свидоса вообще, плохо на это смотрю, очень плохо. Но повторюсь, вы уже, если такие, то давайте UX хотя бы. Меня уже навевает это про Telegram Premium, что всех, кто не Premium, уже плохо работать начинает. Вот именно, вот именно. Пишите в комментариях, что вы думаете, где у вас есть физические кнопки, которые вы не можете нажать. А мы попробуем дальше идти. Майнинг смартфонов. Ну-ка. Это тоже с хабра. Да, мы тут набрали всякого. У нас, как всегда, Хаббарда, MacRumors. Это при том, что подкаст не заявлен как Apple, но процентов 45 темок все равно с MacRumors. То есть, ну, это еще не про Apple у нас. На уровне статистической погрешности тем про Apple. Ладно, майнинг смартфонов. Короче, здесь чувак Олег Сивченко говорит о том, что его очень сильно обеспокоил гуманитарный момент с добычей разных цветных и редкоземельных металлов. Так. То есть, на самом деле, это довольно много где сейчас фигурирует. И меня это обеспокоило сильно раньше, чем Олега Сивченко. По крайней мере, сильно раньше, чем он написал эту темку. Написал он ее полтора месяца назад. Может, он с рождения обеспокоится. Возможно. А я еще там году в 2015-м во «В мире науки» в Scientific American читал, что типа до свидос вообще дети в Конго добывают там кобальт, а он там радиоактивный, сраный, ссанный. Они умирают там, не достигнув совершеннолетия и зарабатывают там типа 2 бакса в месяц. Ну, то есть реально там. А потом мы это в телефонах, да? Да, да, а потом мы это в телефонах. И даже за вот право того, чтобы именно твои дети там добывали, ну, не твои в смысле, что папа и мама их там крышуют, а именно какая-нибудь компания там «Конго Коббалд Инкорпоретед». «Конго Коббалд Слейвс». Вот да, чтобы они могли своих детей, так сказать, туда приводить и это копать. Это все таким очень грубым видом добывается, реально киркой, как в «Готике», в «Первой», во «Второй», да и в «Третьей» тоже, в «Любой Готике» и в «Эликсе». Вот, здесь он, короче, перечисляет на самом деле пол статьи, какие элементы в каких частях смартфонов содержатся. Ну, давай так, сухой немножечко статистики. В шестом айфоне на 16 гигов всяких цветметов и редкоземметов, это новое сокращение, которое я изобрел, на один доллар. То есть сдавать нет смысла, да? Сдавать есть смысл, смотри, в каких масштабах. Это 129 грамм сам телефон весь. Просто вдумайся, насколько он легкий на самом деле. Но если ты возьмешь и добудешь 129 грамм руды, там будет на одну миллиардную доллара металлов этих. То есть, грубо говоря, процент содержания в смартфонах и на единицу, так сказать, массы, всякого классного, этот процент там порядка 12-14 для разных металлов. А в руде одна там 5 тысячных, например, процента. То есть, очень выгодно на самом деле добывать не руду, а перерабатывать смартфоны. Очевидно, это как бы в том числе вопрос технологий, потому что, ну, как бы нет такого, что ты поместил в какой-то чан смартфон и из него вылилось по пяти краникам. Из одного медь, из другого кобальт, из третьего там какой-нибудь цирконий. И браслеты сразу цирконий. Из него лить и продавать на телемагазине. Ну, короче, это очевидно. Он здесь, собственно, и пишет, что майнинг смартфонов ждет своих инвесторов и типа изобретателей. То есть, настолько большое количество уже накопилось электротехнического лома всякого, ну, в том числе смартфонов. На самом деле, если мы возьмем просто какой-нибудь блок питания от компьютера, там меньше такого. Хотя там тоже куча конденсаторов, куча всяких катушек и прочих штук, которые, ну, и даже там маленьких микросхемок, там какие-то контроллеры и так далее, в которых тоже это есть. Но в смартфонах много, в том числе из-за того, что там батарея. А в батарее, как водится, опять же, много этих всяких редкоземельных металлов. Вот. И Олег Сивченко, собственно, грустит, во-первых, от гуманитарных проблем, которые связаны с добычей, собственно, всех этих полезных ископаемых. Ну, гуманитарных, реально. Вот в Африке Конго-Заир – это две страны, короче, которые разделены рекой между ними. И в стране Конго река называется Конго, в стране Заир река называется Заир. То есть это две страны. И вот там сконцентрировано, там, типа, 60% всего кобальта в мире. Из-за них там очень много именно войн, практически там конговских войн, ну, конголезских войн называется. Первая конголезская война, причем была в 96-97 годах. Не в там 1500-х каких-то, как столетняя война между Францией и Англией. Напишите в комментариях, когда она была. Вдруг она была не в 1500-х, а в 1100-х. Я не знаю. Но, короче, она, во-первых, длилась всего два года. Во-вторых, это, ну, в новейшее время мы с тобой уже жили. Это, как бы, очень большой дил. И, собственно, Олег Сивченко еще грустит из-за того, что это он только про гуманитарные проблемы говорит. О том, что дети работают, умирают, как бы, и вообще. Они работают там по 16 часов, получают 2 бакса в месяц. Вдумайтесь, в месяц нарисованных баксов, понимаете? У них сейчас еще и упало, получается. У них еще сейчас, да. Потому что, ну, вы видели, какой доллар низкий стал? Вот. А есть еще экологические проблемы. А это вообще просто кроличья нора суперглубокая. О том, что там это все из говна делают. Ну, и повторюсь. К вопросу о процентах вот этих, что в старых мобильниках 14% меди, например. А в медной руде полтора процента. У нас в Челябинске есть электрометаллургический комбинат, который, если дует, то у меня будет вонять дома. Вот. Там, короче говоря, есть шлакоотвалы. То есть, допустим, 15 лет назад была там технология электролиза. Из руды выкачали всю медь. Остальное шлак свалили прямо тут на территории. Потому что его дешевле свалить на территории, чем куда-то вывозить. Он не нужен. На Авито есть объявление «Продам щебень бесплатно». Это как раз ЧМК ее продает, потому что им просто ее уже некуда девать. То есть, они ее просто раздают реально. Вот. Чтобы только вывезли за свой счет. Так вот, они разработали новую установку, которая еще из этого шлака вычленит 0,005 меди. И опять же, из тех миллиардов тонн, которые там валяются, это еще им принесет какие-то там большие деньги. Вот. Соответственно, даже если изгаляются с... И, говорит, пройдет... А просто, ну, у нас родственник, не буду на общий чат говорить, там работает с большим, так сказать, человеком. Вот. И он говорит, что... А пройдет еще лет 15, и еще шлак шлака опять переработает, и еще чуть-чуть из него выдавят там и так далее. Вопрос того, что пока выдавливают, потом там кучу говна сливают везде вокруг продуктов электролиза, так сказать. Ну, это как бы уже мелочи. Я к тому, что лучше, и Олег Сивченко к этому же, лучше майнить старые телефоны и смартфоны для того, чтобы снизить все эти, так скажем, издержки гуманитарные и экологические. Ну, это к вопросу о том, что если вот то самое по тем мемам, спойлер на конец года, если начнется какой-нибудь, то валяющиеся смартфоны повсюду, их можно, если что, ребят, подбирайте их и сдавайте. То есть не переживайте, даже если они не работают. Вот да. И самое главное, что даже сейчас пока не сдавайте, а складируйте, как МК, а потом будут сдавать в какой-то момент. А потом продам бесплатно. Вот да. Хорошо. Так как раз перейдем к тому, где кобальт и используется. iPod Touch. iPod Touch. Здесь три темки с MacRumors. Я вам просто напомню, что был такой девайс iPod Touch. И он был достаточно долго, и может быть кто-то его вообще не достал. Может быть вообще люди думают, что iPod это маленькие какие-то такие плеерки. Но на самом деле iPod Touch это по сути такой как бы бемоль от телефона. Или может быть... Бемоль, диез. Или я бы сказал диез от нормального, от iPod. То есть это такое, знаете, как бы почти iPhone, но он не может звонить. То есть это все то же самое. В нем есть Touch экран, в нем все есть, все Touch screen, все классно. Также можно приложение устанавливать из App Store. Это тот же самый iPhone, но он не может звонить. На нем можно игр играть, все можно. Но вот этот iPod Touch была целая эра на самом деле iPod Touch. Потому что люди как бы хотели, может быть, какой-то плеер классный, который с классным экраном, с приложениями, ну там допустим. Но не хотели телефон, может быть, детям покупали. Может быть, просто по цене даже было дешевле намного приобрести iPod Touch, чем iPhone. И поэтому iPod Touch жил много времени, но вот теперь все. Во-первых, его больше не выпускают. И самое главное, его больше нет и нельзя купить на Apple.com. То есть его последний там купили. И все, iPod Touch, до свидания, полностью сказал. Здесь очень сильно с ним прощаются. Говорят, что вообще iPod и вообще музыка и вся вот эта тема, это наша неотъемлемая на Apple. То, что мы смогли сделать так круто. Wow, brilliant, awesome, мы пошли дальше, мы там все пе-те-пе. Но, тем не менее, iPod Touch это железка, которая еще имеет физическую кнопку. То есть она настолько уже... Вы вообще, у вас физические кнопки где? Только в вашей Q4, наверное, в Audi, которая платная. А здесь все еще бесплатная была вот эта физическая кнопка одна. Home. То есть здесь вообще вот это все было с краями, с рамками, мыло вот это вот старое. То есть это как бы очень олдскульный такой девайс на самом деле. Вот сейчас по сегодняшним меркам. Но, тем не менее, он тем более давно не обновлялся. Там и iOS, по-моему, не обновлялась на нем уже давно. Короче, в общем, все. Больше не выходит. Больше не выходит. Так же, как и iPod Classic. iPod Classic уже достаточно давно отменили. Вот iPod Touch тоже все. То есть мы перешли полностью в эру айфонов, если вы хотите вдруг там себе купить. И сейчас все, естественно, вопросы. Видишь, iPod'ов получается. Вообще плеер ты слушаешь только если ты какой-то там меломан или какой-то фрик или какой-то там хипстер, неформал, да? Соевый. Да, потому что есть же всякие на Алиэкспрессах, которые там лослесс проигрывают. И там именно там чуть ли не плеер с ламповым усилителем для наушников встроен. Они диких денег стоят, но именно мейнстримовых, видимо, да, все. Да, то есть как бы все. То есть ты больше не можешь какой-то плеер купить себе такой вот прям плеер-плеерович. Ты либо на телефоне слушаешь, либо уже там что-то изгаляешься. Эпоха ушла, тем более что, я хочу сказать, у меня был iPod Touch. Я прям был владельцем iPod'а Touch, который у меня украли в таком замечательном заведении, как Subway. Я просто положил его на стол, на него положил кепку, пошел выбирать сэндвич. И пока выбирал, блин, смотрел, как мне колбаску там нарезывают в БМТ, да? И накладывают, значит, его на хлебушек, вот это все поджаривают. В этот момент кто-то из-под кепки у меня достал этот телефон. Хорошо, хоть кепку не взяли. Да, да, хорошо, хоть не из кепки, реально. Достал этот iPod Touch у меня беспалево. Причем наушники оставил вот так вот, чтобы они из кепки торчали. То есть как будто там что-то есть. Это знаете, как фантики от конфеты обратно свернуть, типа там есть конфетка. Вот, короче, так вот я достаю кепку, поднимаю в Subway и там нет iPod Touch. Вот так я попрощался с последним iPod Touch. И вот с тех пор эпоха ушла. Есть ли что-то у тебя сказать про данный девайс и вообще про iPod, может быть? Да, на самом деле есть. Сейчас я только напишу, чтобы нам не навязывали ECMAScript, господи, TypeScript всем. Короче, во-первых, я могу сказать то, что этот, как его, iPod Touch у меня был самый первый, который еще был не с... как вам объяснить? Первый iPhone и первые iPod были с алюминиевой задней крышкой. Через алюминий не проходит сигнал Wi-Fi там и так далее. Поэтому у первого iPhone снизу была такая черная пластмасска, и это там антенна под ней была. У первого iPod Touch тоже была снизу пластмасска, а у второго iPod Touch уже сверху было маленькое окошечко черное пластмассовое, там слева сверху или где-то там. Вот, у меня был самый первый, собственно, он все еще есть. У него даже не было динамика, у него реально, когда там будильник ты заводишь, а там был будильник, там таймер. Ну, короче, обычная iOS же там третья, по-моему, была, если мне не изменяет память. Он, короче, как часы электроника чуть-чуть бипает, вот, но там даже динамика не было. Это реально очень классный девайс, мне он прям сильно нравится. Он, на самом деле, даже где-то здесь в офисе валяется. Вот, но это, как тебе вам сказать, не буду его сейчас доставать, не подготовился. Вот, очень крутая штука, и на самом деле видишь, в чем дело? Во-первых, Пархомыч нам написал в патроновском чате, что в iPod Touch использовали вроде, вот там типа А5 или там А6 проц, так же, как в айфонах, но в айфоне это был там четырехъядерный проц с какой-то частотой, а в iPod Touch двухъядерный. То есть, на самом деле, отбракованные проццы, которые там кремний просрал с какими-то примесями, их пускали на iPod Touch именно потому что, типа, чтобы удешевить. То есть, по факту там проц называется так же, но он двухъядерный, а не четырехъядерный. Я вообще не знал такого. И, собственно, видимо, видимо, перестали отбракованные, так сказать, юзать проццы. Ну, не было отбраковки больше, а iPod Touch просто дисконтинили и все. Это как бы немножечко зазеркального, так сказать, анализа этой ситуации. Вот. А во-вторых, как бы, видишь, в чем дело? Сейчас почти все уже даже мобильные игры и так далее, и там, да даже музыка, она вся на стриминге, все на интернете. А когда у тебя iPod Touch с модемом уже сотовым, это уже iPhone. Все. То есть, нет никакого смысла теперь в устройстве iPod Touch, потому что, ну, раньше там ты от Wi-Fi до Wi-Fi бегал, там где-то обновил, но условный Doodle Jump у тебя работал без интернета. У тебя там только синкались эти топ-листы, там, ачивки, когда ты к Wi-Fi подходил. Но в целом тебе это было просто не надо. А сейчас, ну, что ты сделаешь без, так скажем, без LTE? Поэтому вот так. Но, конечно, это была целая эпоха. Белые наушники, вот эти проводные, реклама iPodов, того, что Apple, в принципе, стала Apple не в последнюю очередь из-за музыки, из-за того, что они сделали первый iPod. Поэтому тут немножечко рип, но как бы жизнь есть жизнь. Слушай, я просто вижу, что это меньше рип, чем iPod Classic. iPod Classic, это все-таки, блин, ну, вот это, да, веха была. А iPod, ну, тач, ну, тач. Это просто рип iPod, понимаешь? Весь бренд как бы все. Ну, весь, да. Но мне кажется, что вот этот весь бренд iPod, по сути, ушел с классиком. Потому что тач, это все-таки уже, ну, такое извращение немножко. Ну, согласен. Особенно учитывая, что в этом, господи, как его, в iOS до, по-моему, четвертой версии приложение музыка называлось не музыка, а iPod. Вот. А потом, когда, по-моему, ну, я не знаю, насколько это были синхронизированные события, что дисконтиниульный iPod Classic и переименовали iPod в музыку, в iOS. Вот тогда, видимо, был рип, на самом деле. А тут реально, это чисто бизнесовая тема была, что остатки физических кнопок хоумов ставили в iPod и тачи. Остатки камер. Обрезки, обрезки, да. То есть, из остаточного говна собирали, чтобы безотходное производство было по мужикам. Ну, и как бы вот, видимо, закончилось. Поэтому пишите, пишите, что думаете. Давай еще. Следующая, последняя темка с MacRumors. Five things you still can't do with a MacBook Pro. Пять вещей, которые все еще не можете делать с MacBook. Здесь рассматриваются, короче, прошки 14-го... Ой, господи, 21-го года, 14-и и 16-ти дюймовые. 14-го года. Смешно. Но на самом деле они тоже рассматриваются, потому что MacBook с тех пор не сильно-то и далеко ушли. Сейчас узнаешь почему. Вот. Вроде как бы экраны стали классные, рамки стали тонкие, вернули магнитную зарядку, все офигенное. Но все еще есть проблемы. Первое. Не поддерживаются 4К экраны 120 Гц. То есть, HDMI, короче, порт вернули. Но это HDMI 2.0, а не 2.1, новый, современный, классный, соевый. И это тупняк, учитывая, что ты мог бы мне сказать, а вдруг там видях они поддерживают, там, в M1 Pro. Но нет, поддержи, потому что через Thunderbolt ты можешь даже 6К экраны подключать, и 4К 120 Гц можешь. Почему они не фоткнули HDMI порт 2.1, непонятно. Хотя у меня есть ответ. MacBook'ов так много производится, что они позвонили в HDMI-компанию, а есть такая, им сказали, сколько триллионов надо портов. Не, у нас столько нет. Берите 2.0 на остатках. И как бы вот, возможно, на том и порешили. Второе. Поддержка новых SD-карточек. Ну, как новых? В стандарту уже до хрена лет. Ultra High Speed 3, короче. Говоря, которые 624 МБ в секунду могут. Вот тут дырка поддерживает только UHS-2, и то не на полную мощность стандарта UHS-2. Возможно, тоже. Им сказали, нам надо, пожалуйста, 2 триллиона картридеров завтра. И им такие, блин, беда. Вот остатки от Lenovo, берите UHS-2, и не выпендриваетесь. Они такие, ну ладно, окей. Возможно, это так было. То есть, как бы здесь нет такого... Из-за того, что Apple настолько огромное количество устройств вводит, это вот как... А тут опять же дальше будет. Типа вот там в новых супер-самсунгах там уже поддержка Wi-Fi 6E. Ну, правильно, их выпустили 100 этих самсунгов. Их купили как бы самые дураки. И у них это есть просто потому, что это вообще пробная партия этих модемов Wi-Fi. Они еще все просрут, там всю партию отзовут, как бы и да. А Apple это настолько огромная, так сказать, инфраструктура, что они сразу заказывают 3 триллиона, пожалуйста, на будущее. Мы их и в MacBook'е, и в iPhone'ы поставим. И им сказали, ну как бы в 25-м году произведем. И эти такие, ну все, значит, до 25-го не будет. Мне кажется, примерно так. С другой стороны, пункт номер 3 – порт Ethernet. Его не делают в MacBook'е, потому что он толще, чем сам MacBook' этот порт. Ну, например, в iMac'е, который красивенький, который мы с тобой обсуждали, не Mac Studio, а iMac, который тоже есть розовый, желтый, вот это все. Тоже моноблок, но как бы другой. Там этот Ethernet встроен, короче, в зарядку. Ну, потому что зарядка все равно же в Thunderbolt втыкается. То есть это же не просто там какой-то чисто напруга и все, напряга. Это именно Data порт. Соответственно, вот они прям в зарядку, в кирпич сделали Ethernet дырку. Можешь в нее втыкать, оно сразу уже пойдет в сам Mac. Почему они не сделали того же самое с MacBook'ом Pro, тоже непонятно. Хотя, опять же, вот я сейчас сказал, и опять же, iMac'ов выпустили условно там 5000 штук. А MacBook'ов надо сразу сходу там 150 тысяч штук. И может быть, столько просто этих зарядок не произвели, наверное. Не знаю, я не хочу оправдывать Apple, просто докладываю тебе 5 вещей, которые все еще нельзя делать с MacBook'ом Pro. И предполагаю, почему с точки зрения бизнеса. Вот. 5G-модем. Не секрет, что уже куча лэптопов, в которых есть прям модем с электронными сим-картами, чтобы как бы не с телефона себе раздавать интернет, а сразу просто открыл в кафешке, у тебя Beeline словился и все. В MacBook'ах все еще нет. Какого хрена вопрос? Хотя, в iPad'ы есть, iPad'ов дофига. Казалось бы, модемы должны быть на рынке. Но вот, видимо, они хотят какой-то супер-ультра-вау-эффект сделать, чтобы не как у всех, а именно пойти дальше. Но чтобы пойти дальше, надо придумать еще, куда пойти дальше. Поэтому вот. То же самое с пунктом 5, поддержка 6E, Wi-Fi'ов новых, которые там сначала... Кстати, когда их... Не знаю, но, короче, уже есть Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21 Ultra. Нейминг топовый. 21. Скоро уже iPhone 21 тоже будет, будем тоже ржать над этим. Вот. Тоже новый стандарт, еще не везде поддерживается. И, казалось бы, где роутеры вообще еще с Wi-Fi'ом 6E? И действительно, не знаю, нигде, наверное, еще. Это как мы с тобой сидели в Америке и рассуждали в нашем клоповнике, что типа вот есть 5-гигагерцовый Wi-Fi, и у нас уже именно iPhone'ы, iPad'ы его ловили. А старые там какие-то... А, я не знаю, что старые. Короче, а, у Илюхи 3GS был или нет? Он тоже четверка у него была. Не помню. Короче, у кого-то не ловило. Мы рофлили, что вот у нас ловят. Но типа смысл какой, если нам провайдер все равно давал там 20 мегабит в секунду на весь клоповник, и до нас там долетало 0,1. Какая разница, по какой частоте она работала. Тогда и не было такого засилия беспроводных каких-то Wi-Fi'ных штук, которые там бы фанили, шумели и так далее. Поэтому что ты можешь сказать по этой теме? Оправдываем Apple или нет? Слушай, мне интересно. Вот какие-то прям штуки, кажется, что могли бы сделать, но не сделали. Реально. Похоже, есть какой-то план у Apple все-таки. Вот как-то вот странно, но реально похоже какой-то план у них. То есть что-то хотят когда-то сделать. Может быть что-то лучше, может быть перепрыгнуть через технологию, взять другую. Не знаю, не знаю. Посмотрим, увидим. Будем наблюдать за ситуацией. Как будет развиваться событие, вновь покажет время, и мы переходим к следующей теме. Там беспроводные технологии, это ловушка. Тоже с хабра. Чувак так сидит, как будто это реклама лекарства от простатита. Видимо, это из-за того, что он роутер себе на яйца направил, и что-то у него там аденома случилось. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Короче, чувак перевел статью, это Patient Zero User с хабра, перевел статью Бена Кухна какого-то. Куна. Бена Тяна, надо было еще переводить. Ну так вот, статья, если коротко о том, что чувак устал от того, что все беспроводное тупит, начиная от Wi-Fi, заканчивая блютусами. И он, короче, все на провода посадил. Но он тут на картинках показал кейбл-менеджмент свой великий, как у него там все на хабах, на хренабах, на звуковухах внешних классных там и так далее. Ну, там под столом у него чуть хуже, конечно. Но вы бы видели, что у меня здесь в офисе. У меня как раз тоже все проводное. Ну, кроме мышки. Но это же Logitech MX3, которую нам прислала компания Logitech. Она настолько классная, что я мирюсь с тем, что она беспроводная. Она чуть ли не месяц без подзарядки работает, поэтому классно. Но кейбл-менеджмент у меня такой же. Все на стяжках, все под столом. Тут куча каких-то аудиопроводов, колонки там туда-сюда. Я тоже согласен, что провода топ. Но он здесь пытается объяснить, почему не топ. Wi-Fi. Во-первых, помехи. То есть, если много уже роутеров, особенно в многоквартирных домах, много устройств, там условные посудомойки, микроволновки с Wi-Fi, умный дом, это все на одном канале, все тупит, говнит, шумит. Бывает так, что задержки из-за этого. Мертвые зоны. У меня, например, дома в толчке мертвая зона. То есть, у меня роутер находится сильно далеко в зале. И именно толчок, он, короче, он ровно напротив зала, но через четыре стены штукатурены с двух сторон. И это все досвидос. То есть, если в спальне еще чуть-чуть ловят, потому что там через коридор отражается, ну и проходит как бы свободно, то именно толчок, он тупо за четырьмя стенами, и там все досвидос. Поэтому я все жду, когда я подешевею чуть-чуть микротики, взять еще один и в детскую поставить на пол. Под кроватку прям. Вот. И это, чтобы ловило уже во всей квартире сделать мэш-сеть. Но да, мертвые зоны – это полный отстой. И опять же, здесь он как бы расписывает, что ладно бы это была полностью мертвая зона, чтобы Wi-Fi просто отключался и все. А бывает полумертвая зона, когда как бы проходят именно информационные сигналы, что сетка есть, да, есть. Но пакеты все теряются, пытаются переотправляться. Девайсы разряжаются из-за этого, из-за того, что они постоянно опрашивают сети, пытаются переотправлять пакеты и, короче, ад. Вот. Дальше здесь, собственно, большой блок про опросы сетей. И о том, как ПО иногда пишется, что типа ПО каждый раз это проверяет, типа какие сети доступны. И вот этот опрос, он, во-первых, из-за этого лаги, то есть в тот момент, когда опрос, сразу пакеты не 3 миллисекунды отправляются, а 3 тысячи 3. То есть там, ну, реально очень замедляется это все. Во-вторых, как бы это, опять же, разряжает девайсы, поэтому Wi-Fi отстой. Ethernet forever, как бы говорит нам автор статьи. Кстати, знаешь, какой номер поста у этого на хабре? 666, а потом еще 178. Нормально. Я что могу сказать? У меня есть комментариев несколько. Первый. Если это все фотографии, которые приложил автор, то в целом у него немного проводов. То есть ему бы посмотреть, как у каких-нибудь великих стримеров, YouTube-блогеров выглядят вот такие вещи. Там такой cable management, что там до свидания. И второй мне комментарий нужен, я считаю, в современном мире, ну, пока спойлеров не было на декабрь, пока еще есть у нас технологии, да, при себе. Мне кажется, нужен такой человек, cable manager. Ты ему звонишь, говоришь, здравствуйте, меня бесит, придите. И он как бы вот только это умеет, очень красиво тебе все облизать, обсосать. Да, у него с собой будут именно USB-удлинители, которые, ну, там, не полутораметровый уже, полуметровый проводок от мышки к зарядке, который заканчивается уже на длине мышки. А он длинный, прям приносит хороший, экранированный. И ты платишь ему под ключ за вот это все. Ты просто ему говоришь, сделайте мне, чтобы вот так нога вот у меня не запиналась вот обо все вот, обо это вот. И он такой, понял, принял, все. Хоп, тебе делает. И там по количеству проводов ему платишь, допустим, cable manager. Ну, пока спойлеров не было на декабрь, да. Кажется уместным, согласен. Вот, поэтому прикольно, прикольно. Боль все разделяют. Кто-то ее чинит с проводами, боль я имею в виду, чинит вайфайкой, кто-то, наоборот, от вайфайки отказывается, вот как этот чел, и делает просто красиво, с тяжками и всем таким дерьмом. Слышь, он здесь пишет, что он до хрена созвоноч, и ему важно, чтобы ни секундочки, ни там не было рабовойса и всякого говна, потому что его бесит. Он сразу деньги на этом теряет. Видимо, все-таки он стример, на самом деле. Ну, походу, походу. Ну, и да, он здесь про Bluetooth много пишет, и опять же пишет, что у него тоже Logitech MX Master, вот, как и у меня. Но, собственно говоря, он пишет, что все равно кал. Особенно в Bluetooth режиме. Потому что я-то тоже через донгл юзаю беспроводно, а на Bluetooth, да, на лагао. То есть банально просто курсор тормозил, и все. И дома у меня роговская мышка, Asus-овская, дорогая, тут то же самое говно. Пока по проводу не подключишь, нормально не работает. Поэтому, к сожалению, разделяю его боль. Пишите, пишите, опять же. Последняя темка. Почему Гэндальф в своей знаменитой фразе использует shall вместо will? Ух ты, ну-ка, лингвистическая темка. Лингвистическая, да. Фраза you shall not pass, говорит Гэндальф. Так он же британец, конечно. Он может что угодно там сказать. Так в чём смысл? Shall, по идее, даже по старо-британским правилам, которым нас учили в 90-х в английских клубах и в конце 90-х в школах, shall используется с первым лицом, с I и с we. Я и мы. А здесь you, ты. То есть you и shall, это по умолчанию абсолютно неправильно. В любом случае. Но. А и самое главное, в книжечке у Толкиена you cannot pass, говорит Гэндальф. А именно Питер Джексон сделал you shall not pass. Ну-ка. Тогда интересно, почему. Да. И, короче говоря, даже Иэн Мюррей Маккеллен, короче, актёр, который играл Гэндальфа, в шоу Грэма Нортон в 2019-м, там, где вот Мадонна с перетянутыми сиськами сидит, там он говорит о том, что, типа, это просто удачная сценическая ошибка. Из-за этого, кстати, фраза всем запала. Из-за того, что она вычурно звучит, все как бы её запомнили. Ну, в общем, ну, как бы в сценарии было и было. А на самом деле, просто, короче говоря... Походу, сценариста не знал просто правила. Ну, как не знал? Короче, там тема в том, что знал. Просто именно shall используется, например, в Библии. Там тоже you и shall. Типа... И это добавляет магическости. И, короче, типа, вам бы следовало бы. Типа, не убей. И вот он, типа, не пройди, грубо говоря, по заповедям он говорил. И что именно... Ну, это с ятями, с ятями практически говорят. Вот, это, во-первых, с ятями. Во-вторых, с блядей. 49, короче, букв в древнерусском, кстати, алфавите было. Не забывайте об этом. Аз есмин, глагол. Все помнят. Веди. You shall not pass. Ну, слушай, это классно. Я всегда думаю, честно, думал ориентироваться на это правило, если вдруг ЕГЭ буду писать по-английскому. Но теперь не буду ориентироваться на всякий случай. Вот да. Кажется, что вы наберете не 100 баллов, а 98, если так напишите. Ну, я буду апелляцию, напишу, что зато во властелине. The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. Там было вот так. Ну, в следующем подкасте, господа наши слушатели и зрители узнают, насколько глубока кроличья нора, и что сценарий «Властелин и колец» Питеру Джексона просто принесли. Поэтому тут... Да, да. Вы не переключайтесь. У нас есть уже планы на будущее. Практически несколько подкастов. Может быть, они будут тоже такие же быстрые, как этот, потому что, судя по гостям, там... Возможно, это спойлер на декабрь был, как бы. А может быть... Возможно, да, это будет быстро. Возможно, в декабре. Кстати, этот выпуск я монтирую, поэтому, возможно, он выйдет уже сегодня вечером. Но не точно, потому что еще Никита должен мне дослать сурсы. Да, во-первых, Никита должен дослать. Там, ну, короче, много делов. Вот. Но ориентируйтесь на то, что будет быстрее в этот раз. Тем более, что он короткий. Что-то монтировать. Мы тут 40 минут с вами сидим, на самом деле. И у нас, как бы, остается-то всего 5. И то 5, это типа в пределе. А мы реально сидим 41 минуту. А бойка, Никита, давай попробуем. Мы в последние два подкаста забывали про обойку с тобой. Давай. Чтобы мне попробовать, мне надо изменить ссылку, в которую ты скинул, убрать слово темки. Что? Ну, там у тебя, там, ты потом посмотришь, я не буду уже замечания тебя в прямом эфире делать. Короче, смотрю на темку. Давай-ка. На темку, собственно. На обойку. Сразу себе спойлерю, как тварь. Просто вижу, что-то в Италии находятся какие-то горы, склон очень красивый в тумане. Прямо на склоне растут елочки и мох какой-то непонятный. Я думаю, что мох это наш подкаст. То есть он как бы... Желтый, да, вот этот ты мох? Да, независимо от того, какие условия, какой склон, вообще Италия это, Россия это или еще какая-то другая страна, этот мох будет жить, я считаю. То есть неважно, ему похрен. Даже если уничтожить от инопланетян будет, то он останется на этих склонах. Он пробьется, да, он пробьется даже через камень. А как ты считаешь, где наш подкаст? Красиво. Наш подкаст это, в принципе, весь этот хребет и каждый выпуск это вот новая гора. Вроде как летишь, туман-туман, потом хоп, возникает. Ни хрена, новый подкаст. И вот в данном случае мы видим 251-й, нынешний, уже мох, тут елочки, высохшие деревья. Это темка про субгриды и про параллельный импорт, который мы дропнули, чтобы уместиться в хронологию. А дальше, видишь, там виднеется чуть-чуть? Это вот то, что в среду будет. Это следующий выпуск, короче, виднеется. Его уже видно, что там что-то до свидос выше, чем эта гора, сильно. И, возможно, интереснее. Правда, он пока более лысый такой, там буквально пару этих видно, елочек, но, в общем, и в целом выглядит обнадеживающе, поэтому подписывайтесь на канал обязательно. Вначале забыл сказать, пишите на worksobakaeobesign.ru, если вам есть, что предложить. Кстати, мне двое-то писало, мне надо им тогда ответить, что у нас вот в среду будет, возможно, интеграции какие-то будут. Да, мы можем сделать интеграцию на следующую, на великий подкаст. Там вообще, там просто очень много просмотров будет. Сто пугов. Лайков. Да. Лайков не знаю, просмотров, наверное, да. Тысячи в пределе, как мы любим. Круто. Никита, спасибо. Офигенно. Блиц прям взбодрился. У меня даже шея и голова не успели заболеть. Вот это. Это даже. Это круто, да. Успею. Но ты, короче, в любом случае сейчас параллельно мне кидай, если можешь. Да, конечно, я параллельный импорт налажу. Да.